Здравствуйте! В эфире программа «Правовое поле» в студии Татьяна Трофимова. Сфера ЖКХ во все времена была достаточно проблемной. С появлением управляющих компаний на них практически сразу посыпались нарекания от собственников. Жилье обслуживают не так, обсчитывают, прокручивают деньги собственников за коммунальные платежи. Не все переводят ресурсоснабжающим организациям. Этот список можно продолжать до бесконечности. Как сегодня работают управляющие компании и как можно проконтролировать их деятельность, эти вопросы обсудим с начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашской республики Тимофеевым Дмитрием Валерьевичем. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич! Здравствуйте! У всех до сих пор на слуху такие управляющие компании, как Новочебоксарский «Новек», Чебоксарский «Пик-1». Там собственников вводили в заблуждение, присылали двойные квитанции. Одна управляющая компания не хотела передавать дома другой управляющей компании. Как сейчас обстоят дела? Там виновные наказаны? Да, действительно, по печально известной управляющей компании «Новек», наверное, все уже знают, что и руководители, и собственники этой организации были привлечены к уголовной ответственности. Имеются факты нарушения закона и в деятельности ООО «Пик-1». Тоже по указанным фактам были приняты меры прокурорского реагирования и дана в том числе уголовно-правовая оценка действий руководителей этой организации. Насколько сейчас мне известно, дома, которые были под управлением этих управляющих компаний, перешли к другим. Но в новой управляющей компании, которая заменила большую часть домов ООО «Пик-1», по сведениям прокуратуры Калининского района, в настоящее время грубых нарушений не имеется. Сейчас по закону также собственники могут перейти к прямым платежам с ресурсоснабжающими организациями. Какие здесь плюсы и какие минусы? Ну, плюсов здесь, конечно же, гораздо больше, чем минусов. Тем более, что единственный минус, который, допустим, лично я вижу, это просто увеличение количества кирзанцев, которые нужно оплачивать людям. Но плюсов действительно здесь больше, поскольку выпадает из схемы движения денег посредник в виде управляющей компании. То есть здесь уменьшаются риски, связанные с возможным незаконным действием руководителя управляющей компании, с тем, что деньги не в полном объеме перечисляются ресурсоснабжающим организациям. То есть появляются гарантии как для гражданина о том, что он, оплачивая свои деньги, знает, что они дошли в итоге до адресата, до компании, которая поставляет ресурсы. Так и увеличиваются пользы для самих ресурсоснабжающих организаций, поскольку они также получают денежные средства населения без посредников, напрямую, соответственно, исключаются риски, связанные с хищениями. Можно сказать, что более прозрачной становится эта система. Но ведь раньше собственники тоже могли заключать договора с ресурсоснабжающими организациями. В чем сейчас изменение состоит? Ну, дело в том, что для этого достаточно решения общего собрания собственников, которое проводится, в том числе и поменялся порядок проведения этих собраний. Сейчас он в несколько упрощенном порядке может быть проведен. Соответствующие изменения в законодательство внесены. Ну, после принятия данного решения, после того, как переходят жильцы конкретного дома на прямые платежи, квитанции им начинают уже приходить непосредственно от ресурсоснабжающих организаций. В управляющую компанию оплачивается только плата за содержание. Ну, наверное, больше собственников сейчас перейдут наверняка на прямые платежи, потому что это выгодно для них. Действительно, да. И эта работа проводится не только собственникам, но и проводится органами государственной власти и местным самоправлением, поскольку это, опять же, схема направлена на то, чтобы сделать более прозрачными системы платежей в ЖКХ. А какие сейчас жалобы в прокуратуру приходят, связанные с управляющими компаниями? Больше. Вот каких, если можно выделить такие? Ну, на самом деле, структура жалоб и вопросов, которые граждане ставят перед нами, она сильно не поменялась. Конечно же, на первом месте это вопросы, связанные с правильным начислением платежей. Начисление платежей на так называемые общедомовые нужды. На втором месте, конечно же, это качество оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Ну, и имеются вопросы, которые связаны с ремонтом территорий, ремонтом и надлежащим содержанием дворовых территорий, которые находятся в зоне ответственности управляющей компанией и так далее. Вот основная группа вопросов. Можно ли сказать, что в большинстве своем эти жалобы, они бывают обоснованными после вашей проверки, после того, как вы обрабатываете эти жалобы? Да, можно сказать так. Ну, значительная часть обращений, если не считать те обращения, которые у нас рассматриваются специальными повномоченными органами, а именно уровень прокуратуры, значительная часть из них является обоснованной. Дело в том, что прокуратура рассматривает жалобы не только непосредственно над действием управляющей компании, но и проверяет, в полном ли объеме исполнили свои повномочия контролирующие органы. Это муниципальный жилищный контроль, госпожа инспекция и так далее. Бывают вопросы к ним. Ряд жалов встречается в управляющих компаниях Чебоксар и других городов. Вот мы тоже с нашими коллегами побывали в одной из управляющих компаний «Удача». Смотрим сюжет. В Калининском районе Чебоксар работают около 35 управляющих компаний. Одна из них – «Удача». Обслуживает компания в основном новые дома, которым 10-20 лет. Тем не менее, задолженность удачи перед ресурсниками – 5 миллионов рублей. Справедливости ради нужно сказать, что и жители многоквартирных домов недоплатили компании в общей сложности 7 миллионов. Работа стала значительно сложнее, потому что законодательство и надзорные органы значительное внимание уделяют работе управляющих компаний. Жилец становится требовательным очень, и, соответственно, у нас возникает больше работы нужно. Управляющая компания пытается решать проблемы по содержанию жилья, но многие вопросы собственников пока остаются открытыми. Освещение здесь туслое, и, соответственно, безобразие какое-то урис. Вообще некрасиво в подъезде. В этом плане, конечно, в директору управляющей компании работать и работать. Не знаю почему, не видит этого. Хочется, чтобы больше было игровых всяких каруселей. Ничего нет у нас вообще абсолютно. Вот эти горки стоят, и то они железные, опасные. Мало всего вот этого. Они заделаны, углы нужно бы, чтобы они были плавные. Плавные, ну, то есть закругленные, не такие острые, потому что ребенок упадет очень опасно. Люди с жалобами обращаются в различные инстанции, в том числе и в прокуратуру Калининского района. Недавно правоохранителям пришлось вмешаться в их деятельность. Управляющая компания «Удача» не хотела передавать техническую документацию на многоквартирные дома другой организации, хотя уйти от них решили сами собственники. Это послужило основанием для того, чтобы прокуратура Калининского района приняла меры реагирования для привлечения к административной ответственности руководителя по нуждению ее передать документацию на дома вновь выбранной управленной компанией. Есть жалобы и стороны ресурсно-набжающей компании. Действительно, данная управленная компания нарушает требования законодательства о своевременном перечислении поступивших средств от населения в адрес ресурсно-набжающей компании за поставленные коммунальные ресурсы. По данным фактам также принимаются меры реагирования, в частности, руководители, а также иные должностные лица управленной компании привлекаются к административной ответственности по статье 7.23.3 КОАП РФ различным видом ответственности. Как правило, это административный штраф. В прокуратуру поступают жалобы и по тарифам, и по качеству предоставляемых услуг от жителей домов по улицам Розы-Люксембург, Гоголя, Пролетарская, Болгар-Строя. По этому адресу есть, конечно, и другие нарекания. Дороги вот около многоэтажки желают оставлять лучшего, но вот эти дороги, они касаются, наверное, многих чебоксарских дворов. Это, то есть, не единственный, не единичный случай. Скажите, пожалуйста, вот управляющая компания отвечает за дворовые территории, которые относятся к конкретному дому, или кто-то другой? Кто их должен ремонтировать, приводить в порядок? В зоне ответственности управляющей компании находится весь комплекс так называемого имущества, которое находится в долевой собственности граждан. Вот в том числе и земельный участок. В том случае, если дворовая территория и проезды входят в состав этого участка, который находится в общей долевой собственности жительцов этого дома, то, конечно же, все расходные обязательства по его содержанию должны нанести управляющая компания. Но зачастую бывает так, что дворовая территория у нас находится на земле, которая не была предоставлена в собственность жильцам, а находится на участках, которыми распоряжается муниципалитет. В таком случае, конечно же, это расходные обязательства местного бюджета. Посмотреть конкретно по дому можно очень легко. Любой гражданин может зайти на публичную кадастровую карту, найти свой дом, посмотреть участок, в каких границах он отведен под этот дом в общей долевой собственности, понять, кто должен конкретно нести расходы по содержанию дворов и дорог. Кому ему обращаться, да? В муниципалитет или в управляющую компанию? Хорошо. Дмитрий Валерьевич, взносы за капитальный ремонт – это вообще отдельная тема, которая сейчас, даже сейчас, хотя мы за капитальный ремонт платим уже сколько лет? Года четыре, да? Да. Наши телезрители, у которых мы интересовались, какие бы они хотели задать вопросы по именно деятельности управляющей компании, каждый из них практически задавал вопрос про капитальный ремонт. Смотрим. Куда уходят средства, которые мы выплачиваем, капремонт, на содержание жилья, столько платим, платим, а в итоге ничего не делается, куда уходят эти деньги? Управляющая компания «Алста». Дело в том, что в соответствии с законодательством по выбору самих граждан деньги за капремонт уплачиваются либо региональному оператору, это фонд капитального ремонта Чувашской республики, некоммерческая организация, либо аккумулируются на отдельном спецсчете и расходуют эти деньги по решению самих собственников, соответственно, сами собственники. Они сами решают, на что им их потратить. Денежные средства, которые у нас собраны с граждан на капитальный ремонт, могут быть израсходованы только на капитальный ремонт. Если говорить о деньгах, которые аккумулируются у регионального оператора, то они могут расходоваться и расходуются только на выполнение этих работ. Никуда со счета они не деваются. Если денежные средства не потрачены, они там же остаются, переходят на следующий год и расходуются в соответствии с утвержденной программой капитального ремонта, которая принята сразу на несколько лет вперед, из которой видно, по какому дому какие работы будут проведены. А если, например, у людей дом достаточно новый, но они хотят частичный капитальный ремонт произвести, они могут, получается, ну, председатель ТСЖ, например, может взять эти деньги с этого регионального счета по их желанию, или они должны свою очередность все-таки дождаться? Нет, невозможно просто взять деньги и какую-то часть денег по своему желанию. Можно на общем собрании собственников, опять же, принять решение о том, что деньги будут аккумулироваться на спецсчете. Есть определенная процедура, как принимается решение, в течение какого срока фонд капремонта обязан эти деньги перечислить на счет. И вот после того, как это все будет сделано, уже, опять же, как я сказал в начале, граждане сами могут решать, куда их дальше потратить. То есть есть же люди, которые считают, что, ой, у нас дом новый, вот мы платим за капремонт, не зная, когда эти деньги нам еще вернутся, они не совсем правы получать. Если у них будет необходимость именно в данный момент, даже если дом новый, отремонтировать что-то, и они заполняют соответствующие документы, они могут получить его как бы своевременно, не дожидаясь какой-то большой очереди. Да, да. Хорошо, смотрим в следующий вопрос. Мне кажется необоснованным, что содержание жилья такое дорогое. И с чем это связано? Дело в том, что содержание жилья – это, так скажем, стоимость услуг управляющей компании, которая в идеале является договорной между собственниками квартирного дома и управляющей компанией. Каждый год управляющая компания делает экономические обоснования, какой бы тариф она хотела. Жильцы могут с этим не согласиться, предложив свой экономически обоснованный тариф, либо сменив управляющую компанию. Если у нас конкуренция, если найдут управляющую компанию, которая может оказывать эти услуги дешевле, то, соответственно, жильцы вправе реализовать свое право по переходу к ним. Но тариф, как таковой, на содержание жилья, он не утверждается. У нас утверждается размер платы за содержание жилья органами местного управления для тех домов, которые сами такое решение не приняли. То есть, если собрание не проведено, то применяется тариф, который утверждают органы местного управления. Этот тариф при утверждении органов местного управления, опять же, проходит экономическое обоснование. Ну, говорить большое-небольшое у нас все в сравнении. Можно сравнить с другими городами, можно сравнить с соседним домом. Но, действительно, определенные расходы, понятно, что несет управляющая компания на содержание. Это и зарплата, это и часть... Получается, уборщица зарплата, дворник. Это и уборщица, да. Это и в том числе и ежемесячные расходы по содержанию, по обслуживанию, допустим, систем, счетчиков и так далее. Ну, для примера могу привести. У нас даже в соответствии с законодательством владелец лифтов, как опасных объектов, обязан страховать свою ответственность. Ну, вот тут, видите, еще одна строка расходов обязательно, которая по закону предусмотрена. Тоже входит в содержание жилья. Это тоже входит в содержание жилья, да. Поэтому, да, это вопрос договора между гражданами и управляющей компанией. Но в том случае, когда его утверждают органы местного управления, то он проходит экономическое обоснование. Ну, получается, не договорились, ищите другую управляющую компанию. Смотрим следующий вопрос. Последние 2-3 месяца очень большие начисления, учитывая то, что недотапливают, особенно зимой. У нас, как я уже сказал, очень много приходит обращений граждан, которые связаны с так называемыми начислениями за коммунальные ресурсы, начислениями за общие домовые нужды. Дело в том, что у нас существует специально уполномоченный орган, государственный жилищный надзор, который в числе это, это государственная жилищная инспекция, в составе которой есть инспектора, которые проверяют правильность начисления, исходя из показаний счетчиков. То есть они выходят, все это исследуют. Когда мы рассматриваем жалобы такие, проводим свои проверки, мы привлекаем этих инспекторов. Ну, сразу ответить сейчас, правильно или неправильно конкретному гражданину произвели начисление, невозможно. Вот с учетом всех этих проверочных мероприятий, действительно, на этот вопрос можно ответить. И да, бывает, что управляющие компании начисляют излишне. Спасибо. Следующий вопрос. Собрание проводят, ТСЖ, чисто фиктивное все, вот, никакой информации, ничего нет. Ну, все вот как-то. Вот есть контролирующие органы, которые проверяют деятельность ТСЖ у управляющей компании среди администраций. Есть или нету? У нас ТСЖ Ленком. Жилищный контроль у нас сосредоточен в двух специально-уполномоченных органах. На уровне органов местного управления, это органы муниципального жилищного контроля. Допустим, в составе администрации города Чебоксара есть соответствующее управление, которое занимается, в том числе, рассматривает вот такие жалобы, проводить проверки. Ну, и государственный контролирующий орган, это Государственная жилищная инспекция. Это напрямую их полномочия, и они вправе проводить проверки. Ну, вот если человек хочет, чтобы проверили деятельность его управляющей компании, он куда должен обратиться? И вообще, какие у него должны быть жалобы или обоснования для этого? У нас Горжевая инспекция рассматривает даже обращение к гражданам, которые выражены просто просьбой проверить правильность начисления. То есть гражданин даже, может быть, не уверен, что здесь есть нарушение закона. Он просит проверить. Ну, Горжевая инспекция проводит проверки по такими обращениям, выдает свой вердикт. То есть, в принципе, при возникновении таких вопросов, в первую очередь, конечно, Государственная жилищная инспекция. Сразу поясню, почему не прокуратура. Дело в том, что прокуратура в соответствии с законом, при осуществлении прокурорского надзора, не подменяет иные органы. Мы осуществляем последующий контроль, каким образом Горжевая инспекция рассматривает обращение, правильно ли она все сделала. Еще один важный момент по оплате капитального ремонта для людей старше 70 лет. Когда говорят, что граждане почтенного возраста не должны платить за капитальный ремонт, это не совсем верно. Они по закону обязаны его оплачивать так же, как и все остальные. А уже потом отдел соцзащиты им возвращает определенный процент с этой суммы. В настоящее время законодательство не освобождает от уплаты взносов лиц, достигших определенного возраста. Она лишь позволяет компенсировать понесенные ими расходы в установленных пределах, в установленных законных пределах. Поэтому прежде чем эту компенсацию получить, собственники должны оплатить взнос на капремонт. И после этого им эти средства будут компенсироваться органами социальной защиты. На это бы хотел обратить особое внимание. К счастью, бывают и положительные примеры работы управляющих компаний. Они слышат больше слова благодарности, чем жалобы от своих собственников. И предлагаю посмотреть нам сюжет про такую управляющую компанию. Качеством работы управляющей компании «Жилстандарт» собственники довольны. Были проблемы с козырьком здания. Устранили, по новой все сделали. Сейчас все довольны. Когда вопрос возник об открытии спецсчета или платить также в общий котел, мы решили открыть свой спецсчет и уже можем пользоваться этим спецсчетом. Как удается сохранять хорошее отношение с жителями многоквартирных домов, делится директор управляющей компании. В первую очередь, наверное, это общение с населением, разъяснение разного характера проблемы, которые у нас сегодня возникают. Ведь сегодня очень много меняется у нас законодательства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Есть рейтинг, кто как работает, от этого много зависит сегодня. Поэтому оценка дает управляющая компания сегодня население. Поэтому я считаю, что мы стараемся, работаем. У надзорных органов тоже претензий к «Жилстандарту» нет. Управляющая компания «Жилстандарт» обслуживает достаточно старый жилищный фонд. То есть это дома, которые введены в 70-80-х годах. Это проспекторы строителей. Вместе с тем, несмотря на некоторую изношенность на квартирных домах, у правящей компании «Жилстандарт» удается организовать работу таким образом, что сигналы, в том числе в органы прокуратуры, поступают крайне редкие от жильцов данных на квартирных домах. Многим правящим компаниям города Чебоксары следует брать пример с данной правящей компании, как некий образец. Дмитрий Валерьевич, в нашей программе есть такая рубрика «Вопросы от телезрителей». Вот какой вопрос мы получили в этот раз. Когда после сдачи новостройки, спрашивает Ольга, управляющая компания должна запустить лифты. Правомерно ли, что они отвечают, что лифт запустят после заселения определенного количества жильцов? Как заселяться людям в новостройку без лифта и без ремонта? Дом 16-этажный. Адрес Миначева, 19. Куда обращаться? В соответствии с действующим законодательством, в том числе градостроительным, к моменту ввода дома в эксплуатацию, получения разрешения на ввод в эксплуатацию, в нем должны быть установлены лифты, если они предусмотрены проектом, и они должны функционировать, независимо от того, заселен дом или нет. Обязанность этого обусловлена именно выдачей органов местного управления разрешения на ввод в эксплуатацию. С даты этого разрешения в доме должно все функционировать. Если управляющая компания, как я понимаю, отказывает в этом, это прямое нарушение, опять же, предлагаю обратиться в госжевую инспекцию, ну или в прокуратуру. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Давайте в общем скажем нашим телезрителям, куда они теперь могут обращаться, если их права нарушает управляющая компания, или вообще их права нарушаются в сфере ЖКХ. Обобщим. Первый уровень, кто рассматривает такие обращения, проводит проверки, это муниципальный жилищный контроль. Они входят в состав местных администраций, городов и районов. Далее, это специально уполномоченный государственный орган, государственная жилищная инспекция, ну и органы прокуратуры, которые осуществляют надзор за всеми этими нежестоящими, если их можно так назвать, органами. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. На этом у нас все. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы ждем от вас вопросов. На электронный адрес пробовое поле собака21mail.ru вы можете присылать видео-вопросы или просто текстовые сообщения о нарушении ваших прав или о том, о чем вы хотите спросить. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин